Всем привет, дорогие друзья, это третий выпуск подкаста под названием Ритспаун, меня зовут Саша Петрик, вместе со мной Костя Ленин, и вот сегодня снова будем говорить про Counter-Strike, обсуждать самые последние актуальные новости и насущные темы, вроде как, такой у нас план на сегодня, да, Костя? Да, будем делиться мнениями, будем вместе узнавать что-то новое и пытаться понять, что же вообще произошло за последнюю неделю, что происходит в последние дни. Начнем мы, наверное, с турниров, которые закончились, которые мы уже успели посмотреть. Это и Blast Premier Fall 2020, Showdown, где разыгрывали слоты на следующую стадию, это и DreamHack Open ноябрьский, где в финале месились СНГ-шные команды и внезапно на спирит победу одержали Gambit. И про Вак Кримза поговорим, про Hard Legion, ну, в общем, много тем мы сегодня подготовились. Чего бы ты, Саша, хотел начать? Ну, наверное, по традиции уже как-то с последних турниров, потому что буквально вот вчера эти игры закончились, ну, два дня назад закончились, если для зрителей, да, которые уже слушают этот выпуск, с учетом времени на монтаж учитывать. Я, если честно, вообще не смотрел DreamHack Open, потому что я параллельно был в аналитике всех матчей Blast'а, а ты какой турнир смотрел из этих двух, потому что они шли параллельно? Я и смотрел, и комментировал DreamHack как раз-таки Open ноябрьский, попал и на Blast, тоже удалось на нем поработать. И вот какой вопрос мне хотелось поднять. Тебе виднее, значит, с чего начинать, Костя? DreamHack Open ноябрьский, призовой фонд 100 тысяч долларов, турнир шел где-то неделю или даже меньше, многие команды получили туда прямые инвайты. И так, ну давайте посмотрим, 26-27, то есть 4 дня, включая финал, у нас шел турнир. Было разыграно 100 тысяч долларов, на турнире участвовали Gambit, Spirit, ну, Gambit прошли по квалам, Немига и Spirit были заинвайчены. Интересны другие команды, это Illuminar, AGF, Apex, Kova и Flow Skola, которая прошла национальную шведскую квалификацию. Александр, вам не кажется? Очень интересно выглядит, слушай. Да, это выглядит интересно на фоне призового фонда. 100 тысяч долларов для команд, которые находятся на 50-60 месте, это очень хорошие деньги. Как думаешь, почему так происходит? Почему здесь нет команд повыше уровнем? Почему все отказываются из-за обилия других чемпионатов? Или, может быть, DreamHack позиционирует себя как возможность трамплина для Tier 2, Tier 3 команд, например? Ну, вообще, DreamHack Open как бы для этого и создавался, для того, чтобы делать вот тот самый трамплин для новых и молодых команд. И если так, конечно, всматриваться в эти коллективы, которые даже участвовали на этом конкретном DreamHack Open, то это далеко не самые, скажем так, безнадежные коллективы. То есть это такие молодые, но при этом весьма перспективные команды из своих регионов стран. То есть даже Дания, Польша, Швеция, Финляндия. То есть у нас много разных есть команд, но в итоге, конечно, получился не самый престижный турнир, но и приятно, что в нем достаточно уверенно себя показали именно СНГ-коллективы, которые лишний раз показывают, что они действительно уровнем выше, чем вот эта вот вся Tier 2, Tier 3 молодая европейская сцена, и что они уже ближе даже к какому-то высокому уровню. И единственное, конечно, обидно за Немигу, но Немига играла без Лолипопа, поэтому их пятое, шестое место можем как-то понять. И как бы там особо осуждать никого не хочется. А Gambit и Spirit, ну, красавчики, что еще скажешь. И Gambit особенно. Ну, вот. Да, особенно это касается Gambit, у которых, кстати, эта победа стала 17-й подряд. Они выиграли 15 Best of 3, 1 Best of 1, и сейчас, да, и сейчас вот решили отличиться победой в Best of 5. Причем в финале особой борьбы не было. Там первую Spirit забрали 16-6, и на остальных больше 8 раундов взять им не удалось. Так что, возможно, Gambit новая восходящая звезда, а может быть уже даже и не восходящая. Все-таки приставку Youngsters они убрали. Плюс ко всему, они будут участвовать на ближайшем довольно крупном турнире. Это будет у нас DreamHack Masters, который начинается уже сегодня, и там Gambit будут играть против Cloud9. Да. Ну, конечно, учитывая те турниры, где играют Gambit, эта ситуация повторяется летом, когда у них тоже был жесткий стрик. И, конечно, сложно какие-то делать выводы по поводу того, насколько хорошо они себя покажут там на том же DreamHack Masters, основываясь на их результатах последних в онлайне. Но даже вот те победы над, и те стабильные победы над коллективами слабее, это все равно показатель. Так что от Gambit ждем прорыва, наконец, в, скажем так, в тир-1 уровень. Spirit уже понемногу, хоть и проиграли Gambit, но они уже регулярные участники вот этих всех крупных чимпов. Так что мне хочется убедить еще и Gambit'ов там. Они же для этого как бы Хоббита себе в состав и брали, чтобы вот преодолеть этот рубеж, преодолеть вот этот барьер, и научиться играть в том числе, ну, стабильно обыгрывать тир-2, и играть, может быть, на равных, или даже обыгрывать тир-1. Все-таки Gambit организация такая, как... В общем, хотят они побеждать всех. Амбициозные, вот. Хотят они добиваться самых больших результатов. И в матче против Cloud9 на DreamHack у них хорошие шансы. Я так смотрю, букмекерские конторы, в частности, Parimatch дает два коэффициента Cloud9, за которых заплатили больше 2 миллионов долларов. 1.75 на Gambit. Просто сложно в это поверить. Вот буквально сегодня читал интервью Алекса, и он говорит, что действительно есть определенного рода давление, связанное именно с суммой, которую организация выставила на показ, и, конечно, они стараются об этом не думать, играть в свой КС, но как бы намекал он в своем интервью. Это давление будет над ними постоянно. Это будет единственная тема для обсуждения вокруг Cloud9, пока они там не начнут добиваться каких-то результатов. Потому что пока, ну, больше нечего обсуждать вокруг этой команды. Потому что это единственный повод вообще, который случился. Поэтому, как минимум, в ближайшее время только об этом говорить и будут. Cloud9, на самом деле, играют неплохо. Ну, то есть я активно следил за их играми на Blast'е, и, ну, видно, что они прогрессируют, и видно, что у них все не так уж и плохо, и что они не такая уж и легкая команда. То есть они обыграли Complexity, они обыграли NAP. Это две очень крутые команды, которые сейчас на подъеме. И Cloud9 уже, не знаю, сколько они там, пару месяцев буквально тренируются, и они уже в состоянии их обыгрывать. И я думаю, я вот жду-жду, когда, наконец, обновится рейтинг Cloud9. По идее, сегодня вечером, и люди, которые будут этот подкаст слушать, они уже будут видеть новый рейтинг Cloud9. Когда мы записываем, они все еще на 152-м месте. И вот Blast'а была первая Веста, где они показали себя, и где они набрали свои первые очки. Поэтому я думаю, что они уже могут там чуть ли не в топ-30 залететь сразу же. По результатам двух матчей, ты думаешь, они залетят в топ-30? Это было бы как-то не очень справедливо даже по отношению к другим, наверное, командам. Ну, просто они обыграли команды из, ну, достаточно высоко... 10-11 место рейтинга они обыграли уже. Это, ну, значимо. И турнир Blast, он тоже весьма значимый, он много очков дает. И чтобы залететь в топ-30, тебе надо набрать там 70 поинтов. И это, мне кажется, вполне реально. Это, да, я согласен с тобой, это не до конца справедливо. Но на самом деле, видя этих Cloud9, как бы сомнение в том, что это команда, которая должна быть в топ-30 рейтингов, у меня нет никаких. То есть там игрок из Astralis, из Vitality и из MoSports. И два молодых таланта в Мези и Флопе. То есть это, в принципе, топовая команда. Просто им нужно время себя показать. Ну, в общем, я под впечатлением, реально. Я так понимаю, мы уже так плавно на Blast перешли. Ну, на DreamHack'е, наверное, особенно уже нечего обсуждать. То есть, окей, Gambit Spirit разделили 70 тысяч долларов призовых на двоих. Gambit показали характер, но особенно конкуренция. А что там в финале случилось? Что так легко было? Вот это вот главный вопрос, наверное, для меня. Ты смотрел финал или нет? Я его комментировал. И мне сложно ответить на твой вопрос, что там случилось. Действительно, ни на одной карте борьбы не было. 16-6. Закончилась первая в пользу Spirit. Ну, и следующие три. Gambit забрали как бы 16-2, 16-5 и 16-8. Какой-то странный результат. Ну, Spirit, они же круто играют и Train, и Overpass, и Mirage. Ну, случился Шира. У Шира за все эти четыре карты КД плюс 37. Такие вот дела. Рейтинг 1.45. Отлично себя и Хоббит показал. Явно ему комфортно на позициях, которые он отыгрывает. 1.27 рейтинга. Ну, и Spirit в плюс сыграл только мир. Ну, наверное, по его рейтингу за последние три месяца этого и стоило ожидать. Там он откровенно выделяется. У него 1.23, тогда как у тиммейтов, ну, там 1.06, 1.08, может быть. В общем, получается, что это была игра жизни Шира. И все, и пошло, поехало. Ну, получается так, что у Шира сейчас много игр жизни. Если... Довольно забавно получается, если открыть рейтинг за 2020 год, то есть статистику по всем матчам, а не только по Big Event, то Шира в мире будет третьим. После Зайву, после Симпла, при этом разница, знаешь, какая между ними? Одна сотая. То есть у Зайву и Симпла 1.29, у Шира 1.28. То есть 2020 год, да, ты брал фильтр? Да. Ага. Ничего себе, да, реально. Зайву и Симпл 1.29, да, у Шира 1.28. И Декстер, кстати, четвертое место, 1.25. Это тоже снайперы спады. Да. Так что СНГ-регион, вот он, из четырех лучших игроков мира на данный момент, три наших. Но хотя, конечно, сомневаюсь, что Шира и Декстер окажутся в топ-20 рейтингах ЛТВ, да, по итогу года. Скорее всего, нет, да, из-за уровня конкуренции. А вот Мир, который тоже в десятку входит и активно играет на стороне Spirit, ну, в составе Spirit, мне кажется, вполне заслуживает там оказаться. Учитывая онлайн-эру и результаты Spirit были не самые плохие. Хотя, конечно, жалко, что они вот не выиграли никакой турнир, да, такой крутой, или там не дошли до какого-нибудь финала нереального. Ну, кроме СНГ и РМРов, естественно. Да, но, опять-таки, все впереди. То есть, если, там, некоторое время назад Гамбит не попадали на прям суперкрупные международные турниры, то вот сейчас DreamHack Masters как минимум отличная возможность себя показать. При этом, ну, наверное, турнир будет далеко у них не один. Начнется следующий год. В следующем году полно турниров. Так что, действительно, после этого финала против Spirit вполне можно говорить о том, что Гамбит в состоянии выстрелить. При том, что помимо Широ, помимо Хоббита, там есть еще и Аксель. Я, черт возьми, вчера смотрел на игру Акселя. Я думаю, ну, вот это ты, конечно, молодец. Правда, очень здорово двигается. Гамбит могут, конечно, занять свой пьедестал. И, может быть, еще кто знает, там Spirit где-нибудь подвинуть. В общем, желаю им действительно успеха. Так, ну, на Blast'е, да, я думаю, нам надо двигаться уже полноценно к этому турниру. Значит, у нас на прошлой неделе был Showdown. Это такой себе промежуточный или как отборочный турнир. На нем разыгрывалось два последних слота на финалы сезона. Именно осеннего на Blast'е. И на этом же осеннем финале Blast'а, я так понимаю, будут разыгрываться слоты на прям... На глобальный финал следующего года, да. Да, ну, это, в общем, не так важно. Вот грядущий вот этот вот Fall Final, который будет начинаться 8 декабря. Там уже 8 команд известны. Fury и Mouse, которые прошли через Showdown. Уже присоединились к находящимся там, к находящимся там. Vitality, Navi, Astralis, Biko, GG2. То есть очень плотный состав участников получился. Герои Complexity, наверное, были фаворитами Showdown, но в итоге никто из них не прошел. Ну, вот по Fury и Mouse Sports, ну, если честно, по Fury у меня еще огромное количество вопросов есть. И, как мне кажется, ну, не то чтобы им повезло с сеткой, но... Ну, нет, ну, мне кажется, что им отчасти повезло с сеткой, я не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, самый сложный матч у них был против Virtus.pro в одной четвертой. И, ну, там, конечно, они на третьей карте по делу победили, но было, в общем, тут все настолько на тоненького. И мне почему-то казалось же в той игре, что в ВП, в принципе, есть все шансы за то, чтобы проходить дальше. С Liquid игра вообще была очень удобная для Fury. То есть это их извечный соперник по региону, но там из 11 бестов 3 в 2020 году сколько сыграли между собой Fury и Liquid, Fury выиграли 10. То есть у них в самом решающем матче, как бы, для Fury суперкомфортный оппонент попался. И Liquid, ну, вроде как старались, но они на двух картах, которые они програли, были в километрах от победы, то есть даже и близко не были. И вот в этом плане, конечно, Fury, ну, в одной восьмой вообще и Zorus у них были. То есть, ну, вот как-то вот к Fury у меня по-прежнему куча вопросов. Мне кажется, им будет очень трудно на финалах вот этих глобальных. Да, тем более не совсем понятно, что там с Хейни. И опять-таки ходят активные слухи, что его будут менять, и что уже найдена замена. Это Junior из команды Triumph, если я не ошибаюсь. И когда я готовил прогноз на матч Fury и Virtus.pro, как раз-таки одно из переменных, одним из аргументов, из-за которого я прогнозировал победу VP, была вот эта вот замена. Ну, VP, конечно, не дотащили, но нужно отметить, что у Fury тоже довольно неплохо смотрится в Европе. То есть, да, возможно, они там не смогут пока еще конкурировать с коллективами вроде Героик или там Vitality, и то не факт. Но то, что задел у них есть, и то, что их кс по-прежнему самобытен, в этом я даже не сомневаюсь. То, что повезло с сеткой, это, наверное, действительно отчасти правда, потому что и против Virtus.pro борьбы не было. Ну, разве что там VP, наверное, на третьей карте все-таки сначала имели преимущество, что 6-2 они там вели. Но после данного форса все быстро закончилось. То есть, интересно видеть MoSport, которые также заняли первое-второе место и все-таки получили слон. Ну, вот к ним вообще вопросов ноль. То есть, они прошли через Героик, через GetSet и через Cloud9. Cloud9, которые наказали перед MoS, Complexity и NIP. То есть, вот, MoS меня реально радует. И MoS, мне кажется, могут очень жестко показать себя и на финалах. Сейчас именно из топовых команд к ним, ну, они такие слегка обновленные, чуть более свежие. И если они смогут на финалах вот индивидуалочку свою сохранить, там, вчера против Cloud9 там все наказывали. Там, Керриган на Vertigo в соло держал рампу, убивал там по 4 человека. То есть, MoS сейчас в очень крутой индивидуальной форме. И если они ее сохранят, мне кажется, на финалах они могут наказать точно так же, как и здесь на квалификациях, на этом шоудауне. Причем по поводу MoSport тоже ходят активные слухи относительно того, что Керриган будет уходить в фейсклан. При этом, ну, Калдзера сам заявлял, что им нужен лидер, им нужен сильный капитан, коим и является Керриган. Вижу смысл вообще к Керригану уходить в фейсклан. Ну, да. У него сейчас состав, мне кажется, сильнее. У MoSport сильнее состав на текущий момент, чем у фейсклан. Мне кажется, да. Ну, да. Ну, наверное, да. С другой стороны... Хотя, не знаю, есть ли здесь другая сторона действительно. Разве что играет там с дважды лучшим игроком мира, Калдзерой. Но состав, который есть сейчас у фейсклана, он ведь собирался конкретно под Ника. И именно с Ника, ну, насколько я могу судить, у Керригана и возник этот конфликт, из-за которого Керригана из команды попросили. Он перешел в Маус, и Маус их после этого переигрывали четыре раза, кстати говоря. Соответственно, да, я, наверное, согласен с тем, что нет большого смысла Керригану уходить. Может быть, даже как раз это предложение его воодушевило. И он вот так с новой энергией начал рубить уже за MoSport. Все-таки его уровень индивидуальной игры иногда проседает. Просто я не вижу в нем для Керриана профита от возможного этого перехода. То есть это создает огромное количество сложностей. То есть ты приходишь в команду, ты там снова выстраиваешь все свои вот эти вот капитанские моменты. Ты работаешь на перспективу, ну, какая, зачем ему это? У него сейчас есть команда, в которой топовые стрелки, в которой все классно по ролям, в которой все его слушаются, в которой у них получается вот классно играть. Ну, зачем ему это все? Я бы на месте Керригана даже не думал о переходе в фейсклан, продолжал бы играть за Маус. Да, скорее всего, этого перехода мы не дождемся. За MoSport можно будет следить уже сегодня в 17.30. Они будут играть против Liquid, которые тоже вроде бы в нормальной форме, но вот в Фурии свой довольно важный матч они проиграли. Что можешь сказать об их, кстати, выступлениях в Европе? О ком? О Liquid, с которыми Маус будет играть сегодня. Liquid? Ну, они, скажем так, моментами вот выглядят как старый добрый Liquid, который там жестко наказывали. Но сейчас у них индивидуальная форма намного хуже, чем была раньше в 2019, когда они там всех доминировали. И плюс переход тренера Мозеса и нового капитана Стюи вместо Нитро, он у них очень много поменял и в плане тактическом. И они сейчас все больше пытаются играть все-таки какой-то глобальной идеей, что ли, какой-то глобальной тактикой. И, скажем так, строить, выстраивать себе какой-то план на игру более такой всеобъемлющий и больше отталкиваясь от соперника. Потому что раньше Liquid, они больше действовали просто однообразно, но благодаря очень жесткой индивидуалке у них все жестко получалось. И там по ситуации Нитро там всегда был готов дать какой-то нужный колл. То есть у них вот так вот это примерно работало в лучшие времена. И Адрон, который бывший их тренер был, он тоже очень много работал над вот этой вот тактической составляющей, очень сильно помогал Нитро. Сейчас у них Мозес тренер более такой, он больше как по психологии, как какой-то ментор этого состава. Ну да, и сам Стюи когда-то объяснял, ради чего взяли Мозес. Он сказал, что им не очень вообще нужен тактический тренер, как оказалось. Что, в принципе, по тактикам у них все окей, но иногда, как бы это выразится, самолюбие ЧСВ некоторых игроков начинает разрастаться. А Мозес довольно уважаемый человек на североамериканской сцене, да и вообще в КСе. Так что его взяли действительно как вот такого отца. То есть даже сам Стюи это подтвердил. Чтобы он, наверное, можно его в какой-то мере, не в полной, но в какой-то мере сравнить с Маликом из G2, который может там в случае чего и Кеннису подзатыльник дать. При этом это было прямо на камере. И сказать ему, что ты делаешь, то есть держать игроков в узде. А для игроков вроде Liquid, которые там входили в топ-3, например, рейтинга, и мажоры выигрывали, это действительно важный момент. Ну и пока Liquid, мне кажется, не хватает немного умения находить решения в каких-то сложных ситуациях. Потому что они играют против Fury реально 11-й раз, и они выглядят вот так вот безнадежно. То есть у них нет какого-то... Ой... Не знаю, как это даже описать. Ну, в общем, они не дорабатывают в каких-то аспектах точно, и это вот очевидно не видно на картинке, на трансляции. То есть со стороны это очень сложно оценить. Но у них шикарный индивидуальный скил. Элиш фантастически стреляет. Гримм, их новичок, вообще сейчас очень классно вписался, очень стабильно отыгрывает, к нему вообще меньше всех вопросов. Есть вопросов очень много к твистцу, который, ну, крайне нестабилен. И, например, тот же оверпасс, который они выиграли в Fury, но там твист, ну, несколько моментов вытащил тяжелейших. И вот это именно тот твист, который был в 2019 году, который стабильно вот так вот делал. А сейчас он, одна карта из трех у него так залетает. То же самое с Тьюи, то есть он как капитан, но он при этом очень малый импакт вносит именно в сами раунды. И тоже не понять, ну, смотря на это со стороны, насколько большой он импакт вносит именно как капитан. Но у него такие позиции чаще всего, где он все-таки отыгрывает большую роль суппортища. И, ну, то есть оценить его индивидуальное мастерство очень сложно. Поэтому вот все в основном вопросы к твистцу с Тьюи. И остальные ребята, в принципе, более чем достойно смотрятся. Нужно им работать над тактической составляющей, нужно им работать над психологической составляющей, нужно им оставаться обязательно в Европе, тренироваться против сильных команд. Я уверен, ликвид еще наберут. Сейчас они где-то примерно там на 30% своей формы, которая у них была в 2019. И на некоторых картах они, бывает, выстреливают так, что аж слезинка пробирает, видя вот тех самых ликвид. Да, но, наверное, в Северной Америке тяжеловато найти игрока уровня твиста. То есть даже если бы хотели ликвид провести какую-то замену, то кого там, собственно говоря, брать. Это довольно непросто. Американская сцена сейчас переживает не лучшие времена. И про Грима мы не так много слышали. Ну, там, помимо того, что его обвиняли в читерстве. Ну, кстати, знаешь, нам сложно отсюда судить. Но мне кажется, там должно хватать молодых игроков, которые будут себя показывать. То есть, да, конечно, там в Valorant ушли многие игроки, но эти игроки уже были на CSGO сцене, ну, некоторое время. И они, ну, у них был шанс показать себя, но они им не пользовались. То есть, ну, там, например, условный Куста или там, не знаю, кто там что, Вардел какой-нибудь. То есть мы про этих ребят слышали, мы этих ребят видели, и мы видели, что, да, они там в теории могут играть очень жестко, но, как бы, свой шанс они имели, и они не закрепились нигде, и никак себя максимально сильно не показали. То есть самая большая потеря на регионы – это Нитро, безусловно, потому что он капитан. И тот же Стилл, да, который хоть и забанен в Valve, и он не может играть на мейджорах, но, тем не менее, он как капитан воспитал гигантское количество игроков у себя там в хаос. И вот эти ребята, да, действительно потери. Все остальное – ничего страшного. И, на самом деле, в NA есть большое количество молодого поколения игроков, там тот же Джуниор, например, да, про которого мы заговорили. Вот эти вот все команды типа Триумф, типа Хаос, они живут в себя там в регионе, играя в тех же Ликвид и Фурия, они их напрягают очень жестко. И это абсолютно ноунейм команды, которые появились из ниоткуда. Ну, вот для нас. Но мы-то не живем в том регионе, и нам сложно судить. Мне кажется, что если глубже туда внедриться, то можно найти и ни одного такого грима. И даже тот же Стюй, если вспомнить, его в свое время взяли в Cloud9, когда он был вообще фулл ноунеймом. Это был гигантский аванс для него, но в нем что-то нашли, что-то видели, в итоге не зря. То есть он реализовался как тердин игрок. То же самое грим. Уже видно, что этот чувак способен играть просто шикарно. И дайте ему только ланы, дайте ему только ответственные матчи, и он будет там раздавать налево-направо, ничем не хуже того же Твистца. Поэтому я уверен, что при желании можно найти там еще таких игроков, но мне кажется, что легче просто, чтобы Твист наконец вернулся и начал показывать свою игру. Тут уже, конечно, к нему лично вопрос, не знаю, что там с ним происходит. Ну, пожелаем Liquid только удачи. Опять-таки на сцене европейской сейчас тоже игроков достаточно много. Если уж Liquid захотят, я думаю, какое-то решение они найдут. Но очень здорово, что мы все-таки вернулись к конкуренции Северной Америки и Европейского региона. Возможно, подключится там кто-нибудь еще. Сейчас вообще ходят активные слухи, активные разговоры относительно целесообразности объединения СНГ и Европы на мейджорах, на РМР-турнирах, чтобы проводить, я так понимаю, один большой РМР, давать больше слотов, и чтобы конкуренция была не в СНГ и Европе отдельно. Ну, потому что понятно, что уровень конкуренции нам, пожалуй, немного разный. А чтобы он был один. И интересно, наверное, поговорить и об этом, если мы уже закончили с турнирами. Мы закончили? Да-да, что там про эти турниры говорить. Ну, что? Эта тема про СНГ и мейджора, она поднялась больше на HLTV Confirmed, на подкасте Hell2Vash. Там ребята просто вскользь об этом упомянули. Скажем так, даже каких-то там слухов нигде не ходит о том, что это когда-то реально произойдет. То есть пока вообще нет никакого повода переживать. Все должны успокоиться, все нормально. Это просто обсуждается, эти обсуждения ведутся постоянно. Вообще нон-стопом. Ну, я, если честно, не вижу в этом смысла для Европы. Потому что это просто будет больше команд из СНГ на мейджоре, мне кажется, благодаря этому объединению. Почему? Ну, потому что наши команды, ты посмотри, как выступают. Мы будем еще только больше видеть СНГ команд на мейджоре, я уверен. Да, европейский минор сильный, но там наши ребятки приедут, накажут их. Я уверен в этом. Ну, с одной стороны, с другой, на поздних стадиях разнообразных турниров, помимо Na'Vi, мы особо никого не наблюдаем. Spirit иногда выходят в плей-офф, например, когда, по-моему, на ESL Pro League произошло. Ну, смотри, там 12 слотов или 13 у Европы сейчас. Если добавлять туда еще и СНГ, то, сколько там будет слотов 17-18? Ну, что-то около того. Ну, так это вполне реально для очень многих СНГ команд попасть в топ-18 европейского этого турнира. Там не только Na'Vi, где там спокойно могут быть и Gambit, и ВП, и Spirit, и Spada, и Forza. Вообще кто угодно туда может пробиться. Но ты думаешь, для Forza, Spada не станет проблемой тот факт, что они все-таки мало достаточно участвуют на международных турнирах. А когда участвуют, ну, результаты блистательные они показывают далеко не всегда, как это на флешпойнте, например, было, где ВП прошли в плей-офф, ну, а Forza не вошли даже в призы. Хотя, казалось бы, призовой фонд там миллион долларов. Мне кажется, это все реально. Ты думаешь, нет? Ну, я думаю, что для СНГ, конкретно для региона, это, наверное, был бы скорее минус, чем плюс. Наверное, европейцы отжимали бы просто больше слотов на мейджоры. Ты просто пессимист, ты не уважаешь СНГ. Нет, в плане конкуренции, в плане конкуренции может быть вполне, но я имею в виду, что для самого региона, ну, это скорее рискованно, потому что можно остаться там с двумя командами, например. Но мы и так, у нас и так слотов меньше, чем у Европы на РМР. То есть и так сейчас нас не то чтобы ущемляют, но котируют значительно ниже, чем европейский регион. Но я, если честно, не вижу какого-то там прям повода держаться и там потеть за все эти пять слотов. Даже если это объединение когда-то в теории произойдет, в это вообще не будет никакой трагедии. Мы по-прежнему будем иметь наши команды на мейджоре, то есть я уверен, что они будут проходить. И проблема тут скорее в том, что это технически просто трудно реализовать, потому что условный Казахстан, он не сможет на равных играть против там B&G на европейских серверах. Это просто будет нечестно. А на СНГ-шных сможет? Мне кажется, это одно и так же непросто. Поэтому я и говорю, что объединение это технически невозможно, что ты не найдешь сервер, на котором B&G согласятся с играть против Казахстана, а Казахстан против B&G. В этом проблема. И поэтому как бы и существует это разделение, потому что у нас же изначально это все как бы в условиях ЛАНа создавалось, и нам нужны были региональные квалификации на эти ЛАНы. Ну и именно поэтому как бы у нас есть вообще понятие, ну как было понятие СНГ-минор, да, сейчас есть СНГ-РМР. Потому что ты там Дальний Восток условно, ты вообще никак не сведешь ни с кем. И, ну, кроме, естественно, СНГ того же. Хотя даже с СНГ там сложно. Ну, с СНГ тоже проблема. С Дальний Востоком конкретно. Ну, условно, если говорить про Среднюю Азию, да, там Казахстан, Узбекистан и так далее. То есть это... Ну, там тоже пинг под сотку будет, то есть если они будут играть, то скорее всего придется переезжать куда-то поближе. Но в целом, да, наверное... Ну, в СНГ они могут играть. Я об этом, Костя. Ну, как бы Европу и СНГ не объединишь только поэтому. То есть в игровом плане объединяйте на здоровье, но для этого надо решить вопрос интернета. Возможности создать равные условия игры для Казахстана с Европой, условно, да, и тогда до этого момента обсуждение это бессмысленно. А как только эта возможность появится, я только за объединение, потому что это повышает конкуренцию, и при этом это вообще никак не делает меньше команды с СНГ на мейджорах. Так что вот пока в таком состоянии, мне кажется, должно вестись это обсуждение. Я понял. То есть пока мы не ожидаем этого объединения, и в принципе, наверное, как это разрослось, это обсуждение, так оно пока и к нему гляду. Тем более, что Вэлл вообще не дает практически никаких комментариев, не убирают даже это правило, которое мы обсуждали еще на прошлом подкасте относительно 20% РМР очков, ну и вообще информация от них по минимуму. Да им вообще пофиг, они на каникулах, у них эти... На Гавайях подпишутся или где? День благодарения у них, они кайфуют вообще. Они даже Кримзу не могут ответить, да, бедолаги. К Кримзу в Акбан прилетел, им вообще плевать, ноль реакции абсолютно. Все в ожидании того, что произойдет дальше. Мне кажется, что его не разбанят. Во мне кажется, разбанят. На самом деле, еще по поводу истории с Джампи, Ямпи, кто как называет, был вопрос, что он же тоже получил в Акбан и поднимался вопрос, он решался с Вэлл, получил ли это действительно он или нет. Они проводили расследование, поднимали, значит, материал из серверов, анализировали и действительно пришли к выводу, что, значит, это был он и это был его аккаунт. С Кримзом произойдет точно так же, тем более, насколько я понял, это все-таки блокировка не в CSGO, то есть она связана, возможно, или с использованием левого клиента. Здесь у нас есть в описании, что, возможно, это был клиент S-портала, который Valve Anti-Cheat распознал вот как стороннюю вредоносную программу. Но, скорее всего, его разбанят. Это чертов Кримз, он дважды чемпион мейджора, он выиграл бесчисленное количество ланов и турниров, и просто не снимать ему ваг, потому что это ваг, мы его не снимаем, это было бы просто нелепо. Есть, конечно, предположение, что это Флюша зашел за него поиграть, но все это просто на уровне шуток. Так-то разбанить его, конечно, должны. Иначе, ну, что иначе получится? А если он реально читерил? Ага. Один раз где-нибудь в клубе компьютер запустил какой-то его младший брат? Ну, я полагаю, есть способы действительно доказать, что это был не Кримз, а его младший брат, из... Нет, ну, допустим, это его младший брат на аккаунте Кримза. Ну, что здесь делает Кримз? Вообще ничего, ноль шансов. Ну, это же чертов Кримз. И что же ему теперь поблажки давать? Ну, я думаю, да, ну, смотри, есть ситуация, когда, например, абсолютно левый человек, или даже не особенно левый, ну, например, Джамп, который где-то известен, там, в рамках локальной сцены вроде бы подает надежды, заявляет, что ничего не использовал. И Кримз. Чертов Кримз, чертова личность, чертова легенда. Во что проще поверить? В то, что Джампи четырил, или что Кримз четырил, которому это не то, чтобы не надо, это было бы настолько деструктивно для него. Скорее Велф поверят в то, что, да, действительно, произошла какая-то ошибка, и проведут свое расследование, неже просто оставлять ваг, потому что это ваг, и Велф его не снимают, хотя на самом деле снимают в определенных случаях, и здесь, как мне кажется, один из них. Пока, наверное... Смотри, если этот ваг реально вызван клиентом ЕС-портала, то доказать это будет вообще несложно. То есть Valve поднимают, там, даже без знаний каких-то супертехнических, я думаю, это можно понять, что если он реально, если вот этот триггер вага сработал в момент, когда у него был запущен ЕС-портал клиент, а это будет абсолютно четко видно, потому что в логах вага, там, я уверен, написано, что именно вызвало вот это вот подозрение, то это как бы тут же все проверяется, и, конечно, ваг снимается. Но если это где-то реально была какая-то программа, которую Valve не идентифицирует ни с каким-то ЕС-порталом или еще чем-то, что случайно вызывает ваг, то есть, например, была ситуация в Китае, когда тоже там какой-то местный фейсет или местный ЕС-портал, тоже с местным античитом, тоже затриггерил ваг, и в итоге там получили баны многие игроки, не только там профессиональные. И в итоге все это было аннулировано со временем. И сейчас, ну, если ситуация такая же, и действительно я слышал про то, что там несколько людей еще, которые юзали ЕС-портал, тоже получили этот бан, но при этом сами разработчики и там админы ЕС-портала, они заявляют, что как бы, ну, это невозможно. То есть, ну, все, если Valve реально что-то им не нравится в античете ЕС-портала, то надо вместе сработаться, они типа открыты к любой работе, к любым проверкам, к любому диалогу. То есть, конечно, через некоторое время есть шанс, что Кримзар разбанит, но что если нет? Давай просто пофантазируем. Чем это грозит вообще для КС-сцена? Потому что я, если честно, уделен двум фактам. Первому факту, что нет даже новости на халатой на этот счет. И второе, то, что нет реакции от проигроков вообще никакой. То есть, все просто были типа в шоке. И сейчас два дня просто молчок полный. И это выглядит немного странно, потому что никто не хочет, видимо, делать каких-то поспешных выводов. Да, потому что непонятно, как на это реагировать. Это все-таки дважды чемпион мейджора, и он получил вак, и он не понимает за что. И все знают, насколько медленно и неохотно Valve разбираются с подобными вопросами. То есть, что здесь комментировать? Будь ты проигроком, будь ты его тиммейтом, Флюшей, например, что бы ты здесь мог написать? Все действительно в шоке и в небольшом непонимании. Все на самом деле ждали понедельника, потому что это случилось как раз где-то в пятницу, по-моему, то есть где-то перед выходными. И от Valve сложно было ожидать какой-то реакции. Но сейчас уже началась рабочая неделя, и все действительно просто ждут. Чем это грозит для CS-цены, сказать сложно. Если вак не снимут, это может, конечно, ударить по тому же доверию, например, потому что все-таки Кримс — это не левый игрок. Это, черт возьми, Кримс из команды Fnatic, которая играет там кучу лет, и кучу лет находится в топе. Если действительно ему не снимут вак, а если ему не снимут вак, значит, получается, что он действительно использовал запрещенные программы. Начнутся другие вопросы. Тут и Серега Старик сможет вставить свои снова пять копеек и сказать, а, я же вам говорил, а я же предупреждал, что Флюша четырил на ланах. Вот, видимо, не только Флюша, вот, все-таки есть что-то. Это может нанести серьезный репутационный урон. Я думаю, что Valve, наверное, больше остальных должны быть заинтересованы в том, чтобы этот вак в конечном итоге был снят, чтобы они заинтересованы в том, чтобы доказать, что никаких читов там не было. Иначе это очень плохо будет для всех. Это будет не очень плохо, это будет, мне кажется, катастрофа вообще для всей КС-сцены, потому что это наносит не то чтобы репутационный удар, это просто дискредитирует все восемь лет соревновательного контр-страйка. То есть, если Кримс реально там где-то подрубал, и ты ж никогда не знаешь, что каких-то случалось в турнирах, в каких-то случалось в матчах. Ну, опять-таки, мы фантазируем. То есть, возможно, Кримс вообще чист, и все это как бы случайность, но если нет, то это просто жесть. Я помню, когда забанили кукли, это человек куда меньше легенда, чем Кримс, и куда меньше он имел влияние на киберспортивную сцену, но даже тогда это не просто ударило по репутации этого конкретного игрока, это ударило по вообще в целом репутации соревновательного КС-а, потому что если люди получают баны, то значит, что мы не способны обеспечить соревновательную честность, что кто-то, значит, имеет возможность читерить, что бы мы ни делали, и то это ставит вообще под вопрос спортивность вообще состязаний. Да, эти ситуации вообще там со всякими допингами и там всякими запрещенными препаратами, они в настоящем спорте очень часто встречаются, и это отчасти похожая ситуация, потому что все вот эти результаты, что были в прошлом, из-за вот этого одного случая, они просто все теряют вообще любое значение, и очень бы, если честно, не хотелось, чтобы такое случилось с КС-ом из-за там одного какого-то, вака, и очень надеюсь, что все игроки максимально честные, и никто подобным не занимается, но мне кажется, на лавнах это практически нереально сделать, но кто его знает. Ты имеешь в виду читерить? Да, нет, это реально, но это очень сложно, и это очень опасно. Это сложно, и я думаю, прошу прощения, конкретно в случае Кримза, этот вак выглядит странным еще и потому, что вокруг в целом команды Fnatic долгие годы витали всякие разнообразные слухи, разговоры, подозрения, и я убежден, проверяли их очень много раз. То есть, в частности, конечно, флюшу, потому что некоторые проигроки в 14-15 году всерьез говорили, что так живой человек играть в принципе не может, и поэтому и к нему было приковано внимание, и много проверок проводили, я просто убежден в этом, и соответственно, ко всей остальной команде Fnatic тоже. И если после всех этих проверок, после всего этого внимания, которое к шведам было приковано, если за все эти 7 лет ничего не нашли, сейчас, ну, раз всплывешь, там действительно читы, в общем, я не могу в это поверить, 99,9% что ваг этот не игровой и не связан с использованием запрещенных программ, и все будет здорово. Конкретно сейчас как раз я бы ставил на то, что Valve проводят это расследование, что они поднимают логи, и, конечно, но они не пишут в социальных сетях, что вот мы разбираемся с этой проблемой, но, думаю, в ближайшее время, в ближайшее время Ваг к Римзу с ним, потому что он все-таки король королей и такая знаковая персона. Ну, посмотрим, посмотрим, Кость, я тоже на это, если честно, очень надеюсь, но, знаешь, нет дыма без огня, тоже еще такое есть поговорка, учитывая то, сколько было дыма вокруг натик. Ох! Ну, по крайней мере, мы можем получить интересный такой вот скандал, который вряд ли там убьет, например, сцену и так далее, как не убили скандалы с 3-2-2 матчами и с Кейли тем же самым, да, после этого КС только рос, 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 и, в принципе, единичные случаи не особенно били, но, да. Нам нужно для того, чтобы разобраться в особенностях того, как работает Ваг, и как они проверяют, позвать нашего слушателя под ником katkaos84, который нам под прошлым видео написал там про движки, очень подробный комментарий, за что ему огромное спасибо. Мы читаем все ваши комменты под, ну, на Ютубе, в частности, в соцсетях тоже, если вы их оставляете, или там у нас где-то в Телеграм-каналах, и, ну, там, я, конечно, не буду читать это все, но спасибо просто за ваш фидбэк, я чуть больше узнал про то, как работают движки, про то, что это вообще такое, почему нельзя, например, было реанимировать CS 1.6, и почему технически легче написать новый движок и перевести на него CS GO, чем пытаться как-то допиливать все на текущем. Короче, если кому-то это интересная тема именно комментарии эксперта в этом вопросе, то зайдите в комменты под вторым выпуском нашего подкаста, под прошлым, и почитайте. Ну, и ждем тоже в комментах под этим выпуском от вас каких-то годных комментариев. У нас там еще остались темы, да, с тобой, Кость? Да, 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 мы, наконец, ждем уже перехода на Сурс 2. Есть у нас еще тема женского CS GO. Еще на прошлом подкасте мы это могли бы обсудить, но как-то много времени заняло обсуждение вот финала Би Джин Хайдянь. Значит, Иксет подписала женский состав по CS GO с Джулианой и ЗАЗ. Это две девушки, которые уже долго, скажем так, перебираются из организации в организацию, уже долго выступают. Были у них даже чемпионаты с мужскими командами, то есть просто международные. На DreamHack в 2019 году они выступали, но тогда, если я не ошибаюсь, они за за четыре, за три, по-моему, за три отыгранных карты выиграли десять раундов в общей сложности. Но, тем не менее, сейчас вот в своем заявлении девушки говорят о том, что все-таки хотят навязать борьбу, конкуренцию мужским командам, что они на это способны. Там также присутствует девушка из СНГ, из России, Анастасия Хлобыстина. Что можешь сказать по поводу женского КСа? Потому что я не то, чтобы против, но пока нет причин думать, что именно такие моноженские команды в состоянии навязывать хоть какую-то борьбу, даже там, например, на Тир-3 международной сцене. Не было такого еще у нас случая, да, чтобы женская команда где-то навязывала борьбу, но в теории им ничего не мешает это сделать, то есть проблема исключительно в них, в их, не знаю, каких-то моментах, которые мешают им выйти на более профессиональный уровень, то есть в КСе нет никаких, мне кажется, половых предпосылок к тому, чтобы кто-то играл лучше, кто-то хуже, так что все в их руках, удачи им, вдохновения, удачных тренировок и ждем их врыва на просцены. У меня примерно такое мнение про женский КС, а ты что думаешь? Не, я тоже, я тоже за эту конкурентную борьбу, конечно, да, единственное, будет, наверное, не очень правильно, ну, хотя такого до сего момента и не происходит, чтобы команда получала инвайты на разные турниры только потому, что она, например, женская, да, то есть нужно проходить какие-то квалификации, ну, и заявлять о себе уже по факту, но есть там игроки из ФПЛ, даже Мимими, не помню. В принципе, есть не самая, как бы, мертвая, женская именно КСГО сцена, она, конечно, значительно меньше, чем мужская, но тем не менее, там какие-никакие, но турниры происходят иногда, так что, ну, они могут участвовать там спокойно и забирать призовые, бороться за них, то есть когда еще не было пандемии, то и Ланы проходили, так что, вот, наверное, хотелось бы, чтобы вот это направление КС тоже развивалось, потому что все-таки, ну, куда меньше и внимания, и призовых, именно на женских турнирах, хотя я, ну, не вижу причины их не проводить и не популяризировать. Так, только что к нам поступила интересная инфа о том, что Киберлегаси распустили состав по КСГО. Сейчас я пытаюсь понять, где, где об этом можно прочесть и как бы нам добраться до этой информации, но получилось все довольно внезапно. Ага, вот, вижу, на cybersport.ru значит, СМИ. Сайберлегаси распустит состав по КСГО и уйдет из дисциплины. Ранее болельщики обвинили Сайберлегаси в сдаче матча против Джайенс. Капитан коллектива Сейз отверг обвинения. Российские БК не обнаружили странной активности. 20 ноября Сайберлегаси окончательно распустила состав по Дота 2 и Ну и дисбанту также предшествовали обвинения в участии в подозрительном матче. Вот это просто поворот. Причем я вспоминаю с каким... По информации метарейтингс.ру Ну, как ты там сказал, дыма без огня не бывает? Если честно, странно вообще. Почему? Странно это было из самого начала. Многих привлекли анонсы Сайберлегаси, их инвестиции, которые они получили. Это достаточно большие деньги, не помню точно суммы, но то есть миллионами, если я не ошибаюсь, долларом это исчислялось. И Сайберлегаси, которые не были особо известны даже на СНГ сцене, то есть пока КС у них какой-то движухи не было. Сложно было сказать, что это какая-то мощная организация. Они получили огромные инвестиции с пафосом, с помпой, подписали себе два состава, были у них видео. Получается, они недовольны результатами, которые показала команда? Ну, может быть, дело и не в результатах. Здесь, наверное, будет излишне высказывать мнение некоторых комментаторов под статьями во время анонса, но есть мнение, есть предположение, что подобный исход был запланирован достаточно давно. Исход какой? О чем-то вообще не понимаю. Ох, Александр, ох, Александр. Да давай, говори прямо, что ты тут пытаешься выкаблучиваться? Как оно есть? Наверное, до официальных анонсов не стоит все это обсуждать, до официальных анонсов, то есть, чтобы Cyber Legacy официально заявили, что они распускают значит CSGO состав, что там по Dota ничего не будет, и тогда, наверное, можно будет говорить об этом более серьезно. Но возможно, дело здесь не столько даже в результатах конкретных команд. В сливных матчах или о чем-то? Ну, я слышал инфу про то, что там Dota состав тоже, бейтинг-скандал вокруг них, про КСа тоже там много чего говорили в комментах, что СИЗДу пришлось оправдываться. Но мне кажется, что, ну, если букмекер не доходит ничего подозрительного, а ты зачитывал это, правильно, что русские конторы не нашли ничего подозрительного, то как бы, ну все, тут не может быть никакого обсуждения на этот счет даже, потому что букмекер, он все четко видит, все четко понимает, и любая подозрительная активность в ставках, а у букмекера четко есть разделение на обычную активность в ставках, на возможную погрешность в этих активностях в ставках, и он четко понимает, когда что-то происходит необычное, и вот эти вот все договорные расклады, они все очень жестко палятся со стороны букмекера, и поэтому, ну, букмекер это все прекрасно понимает, если у него нет никаких подозрений, то тут не может быть вообще даже никакого обсуждения, Нет, потому что 99,9% Букмекера сам понимает, когда против него делают какие-то вот такие вот мутные расклады. И я очень сомневаюсь, что все это как-то связано с беттингом. Дыма без огня, конечно, не бывает. Тут мы это уже, конечно, поднимали, этот вопрос. Но вообще очень странно. Если реально Cyber Legacy распустятся, распустят свой CSGO состав, то я не понимаю, почему. Потому что мне кажется, что все у них вроде как было круто. Они вышли на РМР. Они собрали состав вообще с нуля. То есть там был только один Сист. Он взял себе четырех ребят из региона, про которых мало кто до этого слышал. И вместе с ними они вышли на РМР. Я не знаю, чего можно было еще ожидать от этого состава. Что они там на мажор выйдут или что. Но это было глупо ожидать, потому что это не настолько там крутой состав, чтобы он тут же сразу выстрелил. Нужно время ему давать и условия создавать. Если все это невозможно, и организация переоценила свои возможности, то вот это вот, наверное, причина распуска. Может, у них там просто нет денег им больше оплачивать запешки, буткемпы и все такое. Кризис как бы как-никак. С этой точки зрения, может быть, что-то случилось. Судя по анонсу, который предшествовал взятию этого состава, инвестиции там были серьезные. Вряд ли дело в деньгах. Возможно, на следующем подкасте я уже более предметно и подробно выскажу одну из гипотез. Но пока, наверное, лучше буду держать ее в себе. Скажу так, что еще на момент анонса того, что организация получила инвестиции, ходили разнообразные разговоры. Но ладно, это уже потом. Вряд ли состав, который сейчас у CyberLegacy есть, то есть экс-CyberLegacy, продолжит существовать в своем текущем ростере. Ну и непонятно. Вроде бы Денис Костин, он же Сист, только-только начал приходить в форму, приходить в себя. Вроде как второе дыхание. И вот интересно будет, где же он сумеет себя найти. Ну, у них там в составе много есть хороших ребят. Так что, ну, и играли они весьма неплохо. Так что, ну, желаем им удачи. Если с CyberLegacy не срослось, то можно взять вон пример тех же Project X, украинской команды, которая была в организации Crazy. И когда с Crazy их пути расстались, они продолжили играть в Питером вообще без замен в составе. И сейчас они топ-1 команда Украины на украинской внутренней сцене, безусловно причем. И они очень много играют в разных турнирах на ЛТВ. И продолжают хорошо выступать, тренироваться и развиваться. Так что, вот это вот хороший пример, который можно взять на вооружение, в том числе и CyberLegacy. Если, опять-таки, они хотят играть друг с другом, кто его знает, какие у них там отношения в команде. Ну да. Хотя, насколько я понимаю, успех Project X и тот факт, что они сохранили состав, во многом связан с их тренером Джонтой, который, ну, наверное, горит этим моментом. И мы очень многое делаем для организации. Или все-таки не с этим связано? Да я не знаю. Это уже как бы... Я без понятия на этот счет. Но складывается именно такое впечатление. В любом случае, будем пристально следить за тем, что там у CyberLegacy происходит, потому что пока в текущий момент все это выглядит максимально странно. Но, наверное, организацию в каком-то смысле тоже можно понять, потому что если ты собираешь два новых состава, делаешь анонсы с помпой, а потом в течение буквально пары недель про оба состава всплывают разнообразные слухи относительно сливных матчей, и ты начинаешь оправдываться. В общем, это не очень хорошо для репутации, так или иначе. То есть даже если ничего не было, скорее всего, с КСГов составом ничего не было. Я вот опять же разговаривал с их менеджером когда-то, и он вообще в шоке в непонимании, что это произошло. Но репутационный удар есть так или иначе. Так что желаем как минимум успехов Сизду и его составу. У нас там еще Хард Лиджин, тоже обновили свой состав. С ними тоже все довольно странно. Думаю, это тоже стоит обсудить. Значит, остался только Свят из прошлого ростера. На испытательном сроке теперь Дробный, Декс, Рейджин и Диледес. Ну, а из этих четверых я знаю только Дробного. Да, то же самое, то же самое. Так что это, видимо, интересное решение Хард Лиджин. Направлено оно на уменьшение зарплатной ведомости, на перспективу, возможно, этих ребят. При этом Старикс как бы остался тренером. Остальные ребята, Кинки, Крад, Форестер, остались в запасе. Ну, видимо, будут сидеть на контракте, ждать лучших времен или что их кто-то купит. Ну и этот молодой состав со Святом вместе, ну, в теории, вот остался костяк тренер-капитан. Если это реально хорошие ребята, по позициям подобраны, можем мы наблюдать то, как они выстрелят в будущем. Why not? На прошлом нашем подкасте, на прошлой нашей записи мы обсуждали, что в Форстам намечаются какие-то замены. Они хотят брать игроков из Форс Скул. И вот сейчас мы видим, у нас здесь в сносках написано, что Форестер и Крад уже были замечены в составе Форс Скул, который сейчас тренирует Механа Ганн. Это, друзья, Александр Богатырев, как раз-таки бывший тренер Hard Legion, еще до этого раньше тренер Dream Eaters. И вот, по идее, круг замкнулся, и вот, по идее, теперь все становится плюс-минус понятно. Наверное, за Форестера, Кинки, ну, точнее, за Форестера и Крада будут заплачены какие-то деньги, Форс, если они на контракте у Hard Legion. Но в целом... А кого там хотели из Ферлов убирать? Фейскрека и Алмазера. Фейскрека и Алмазера? Ну, в принципе, по позициям замены, более-менее. Если брать конкретно Крад и Форестер на Фейскрек и... Алмазер, то как бы звучит реалистично. Насколько это правда будет, это хороший вопрос. Ну, пока все звучит именно таким образом. Тем более, опять-таки, это отсылка к Механ Аганну, который, ну, наверняка какую-то роль в этом сыграл. Плюс Hard Legion, как организации, тоже очень не повезло. Они выкупили состав Dream Eaters, то есть сделали организацию с нуля. Этим занимается ютубер, значит, как раз-таки под ником Hard Play. Hard Play, да. Hard Play. И, конечно, после нескольких неудач, после череды вот этих разговоров про тренерский баг, которым и Механ Аган, и Старик использовались, конечно, несло серьезный урон. И, наверное, ты прав в том плане, что организация просто пытается как-то облегчить платежную ведомость. Ну и, может быть, надеется, что выстрелят вот малоизвестные ребята. Нет, ну, знаешь, тоже далеко не факт, что как бы замена вызвана тем, что нужно уменьшить платежную ведомость. Просто, может быть, нет смысла уже в сохранении этого состава. А самый лучший вариант – это сохранить вот реально капитана и тренера вот эту связку и взять туда четырех молодых ребят, которые тем более на испытательном сроке, которых ты всегда можешь забереть, взять какого-то нового и экспериментировать вот так вот. И в итоге как бы взлететь в топ. Как, например, это было много раз с теми же Энс, например, когда есть какой-то условный Аллу, вокруг которого собираются ребята молодые, перспективные, с желанием. И в итоге из этого всего получается крутой состав. То есть таких ситуаций было много. Вот жаль, я вообще не знаю вот этих вот трех новичков Hard Legion. Так можно было как-то оценить их перспективность. Но если кто-то из наших слушателей в курсе, то напишите нам в комментах то, что вы знаете об этих ребятах, насколько вы считаете их перспективными и насколько вы думаете, этот состав взлетит. Ну, может быть, после того, как Cyber Legacy отказались от состава, Hard Play подумает над как минимум Сиздом, например, почему бы нет, если уж он свободен. Не, ну а зачем он нужен в команде, где есть Свят? Мне кажется, это не имеет там значения. А вот взять, например, там того же... Хотя... Ну, все-таки Сизд не всегда был капитаном. Я думаю, он многое может принести, даже не будучи таким стопроцентным ингейм-лидером. Ну, в теории, да. Ну, знаешь, просто Сизд, он уже такой человек с именем, такой уже как бренд, и брать его в команду на вырост, в какой-то перспективный молодой коллектив... Ну, а как это было в Cyber Legacy? В Cyber Legacy он собирал вокруг себя, понимаешь, молодых ребят, которыми он руководил, за которых он ручался. То есть это вот, опять-таки, как ситуация с Аллу была. А здесь, ну, это уже совсем другой подход. То есть это уже тогда нужно собирать, понимаешь, пять состоявшихся игроков и с ними добиваться конкретных целей. Но здесь ситуация просто немного другая. Мне кажется, Сизд сюда не впишется. Ну, мне кажется, Сизду сейчас не особенно-то и разница есть. То есть главное, наверное, что-то делать, если остался без организации. Ну, получит какое-то предложение, хорошо. Нет-нет, в любом случае, мы будем следить, опять-таки, и за развитием этих событий. То есть что там произойдет. Но, если честно, у меня есть серьезные опасения по поводу перспектив Hard Legion. Довольно часто подобные составы, которые, условно говоря, собираются на коленке. Ведь план изначально у организации Hard Legion был другой, что взлетят именно Dream Eaters. И затем, когда ты просто собираешь состав из того, что есть, и надеешься, что он выстрелит, этого часто просто не происходит. Так, смотри, там еще под прошлым видео оставляли вы свои вопросы, наши зрители. Там был один про обсуждение маппула от человека под ником Brodiggo. Он спрашивал, может, обсудите маппул, какие карты заменить или какие переделать, и возможность добавить карты с заложниками на просцену. Я думаю, нам есть смысл в конце каждого выпуска обсуждать какие-то вот такие темы, которые интересуют зрителя, чтобы как-то иметь фидбэк. Ну, давай, Костя, про карты. Уже много лет я твержу, что добавить две дополнительные карты в пулы, так, чтобы там было не 7, а 9, это хороший вариант, это внесло бы определенное разнообразие. И я по-прежнему придерживаюсь такого мнения. Если бы Valve добавили две карты, это было бы круто, на мой взгляд. Есть, конечно, контраргумент, что командам было бы сложнее готовиться, мол, и так, там они одну не играют, и 6 тренируют кое-как. Но я думаю, с текущим уровнем конкуренции это было бы здорово. То есть какие-то коллективы сумеют к этому приспособиться и расширить свой пул, навязывать конкурентную борьбу. Ну, а те, кто не смогут, увы, это эволюционная гонка. С другой стороны, это внесет, наверное, разнообразие в процесс пикбана карт. Он станет менее предсказуемым. Это разнообразит саму по себе сцену. Возможно, даст толчок, например, новым командам, даст толчок разработчикам карт. Все-таки, если их на две больше, то есть, наверное, больше стимула их, опять-таки, разрабатывать. Поэтому я бы сделал так. То есть не то, чтобы я менял что-то в текущем маппуле, но добавить там две, ну, условно говоря, тускан и вернуть старый кобл, например, да, или там новый кэш. Ну, хотя кэш мне не очень хотелось бы. Это был бы вполне разумный вариант. Что думаешь ты? Ну, насчет семи карт, точнее, девяти карт в маппуле. Это сложно. Мне кажется, это слишком много, и в этом нет какой-то такой уж прям необходимости. Просто это скажется негативно на общем уровне игры. Ну, немного. Но только в краткосрочной перспективе. Да, в краткосрочной будет прям вообще кринж, когда мы будем наблюдать много матчей, где там 16-1, 16-2, заканчиваются пики команд. То есть это вообще никому, я думаю, не надо. И когда маппулу с девяти карт, нужно будет тогда менять как-то систему маппиета, включать там по два первых бана, тогда по сути ничего не поменяется. То есть тут нужно как-то подумать глобально об этом, и мне кажется, что просто добавить две новые карты, это только сделает хуже. А вот менять, делать ротацию внутри уже существующего маппула, мне кажется, это здравая идея, причем я бы не думал в сторону уже бывавших в маппуле карты, типа там Кэша, Кобла и так далее. Мне кажется, что это прошлый век, и надо просто заглянуть хоть раз в мастерскую стима и обнаружить, насколько там гигантское количество просто крутейших карт, и графически, и именно как модель. То есть там шикарное разнообразие карт, которым реально стоит дать шанс. То есть да, там над большинством из них нужно ввести доработку, которая как бы невозможна без профитбека, и без активного заигрывания этих карт, в том числе матчмейкинги на фейсете. Но, как мне кажется, вот это вот направление, куда нужно двигаться. То есть добавлять... Там даже вот в вопросе был вопрос про карты с заложниками. Про это мы отдельно можем поговорить. Сеня там тоже человек, который постоянно говорит, что это нужно делать, нужно добавлять. Я считаю, что есть повод поэкспериментировать, да, то есть есть... Можно провести такой эксперимент и просто сделать такой вот себе... Ну, скажем там, шоу-турнир какой-то, или хотя бы несколько... На какой-то нормальный призовый фонд, чтобы команды туда подготовились, и мы увидели реально, как это все выглядит в экшене. Мне кажется, это в теории тоже возможно, и это очень сильно разбавит нам все, и прикинь, условно, там будет у нас в мапуле две карты с заложниками, пять карт с установкой бомбы, и будут команды, которые будут там круче играть карты с заложниками, и хуже, там, играть карту с установкой бомб. Ну, это, как по мне, от этого станет круче только. То есть это да усложнить задачу для прогеймеров, но мы тут не думаем о прогеймерах, мы думаем о том, как это будет выглядеть со стороны зрителя, и это будет очень круто. Да. Я тоже за. Мне вообще кажется довольно странным, что при таком обилии турниров мы видим практически одну и ту же систему. То есть она не меняется, правила везде одинаковые, пулкарт везде одинаковые, хотя, казалось бы, если уж мы пришли к онлайн-эре, столько матчей проводится онлайн, почему бы не дать волю воображению, не провести эксперименты, как это было, вот, например, в середине года с благотворительным турниром Gamers Without Borders, тут, сори уже за мой лондонский акцент, где было разыграно, по-моему, больше миллиона долларов, которые пошли на благотворительность. И фишка этого турнира состояла в том, что система там была не MR-15, а MR-12. То есть нужно было выиграть 13 раундов для того, чтобы одержать победу на карте. Рубка там была нешуточной, и в Best of 5 Grand Finale мы видели все пять карт. Игра выглядела динамичнее. Да, конечно, может, этот турнир и показал, что текущая экономика CS GO для системы MR-12 подходит не очень хорошо, но в целом это выглядело свежо. При том, что менялись, менялись, по сути, только правила от игры шараунда. Все остальное осталось на своих местах. Может быть, если бы организаторы еще пытались экспериментировать все-таки. Люди по-любому смотрят соревновательный КС. Почему бы действительно не вводить какие-то дополнительные карты или дополнительные системы? Я думаю, что отдельные турнирные организаторы, которые там типа DreamHack, Blast, ESL, такие именно солидные, они не могут себе позволить такие эксперименты, потому что команды сразу начнут говорить в ответ, что типа мы так не хотим. Да, но есть те же DreamHack Open, например. Мы только обсудили здесь в начале выпуска, что 100 тысяч призового фонда участвуют в основном топ-50, топ-60 команд, и есть даже просто шведский микс, который там выиграл в финале Galaxy Racers и прошел, заняв последнее место на турнире ожидаемо. Ну, это знаешь, вот тут тоже... Ну, ты же не будешь, например, в футболе делать так, что, допустим, у тебя на турнирах любительских или там на отборочных к чемпионату мира пусть играют люди квадратным мячом, а в чемпионате мира круглым. Ну, тут нужно, если уже менять, то менять как-то систему в целом, чтобы турниры и DreamHack Open, и квалификации на DreamHack Open, и DreamHack Masters, и все вот эти турниры, чтобы у них какая-то была общая ротация. Но это невозможно, пока Valve это не сделают, потому что на мейджорах все равно будет маппул такой, какой захочет Valve. И все танцуют под эту дудку. Поэтому тут, ну, вот эксперименты с маппулом, они возможны только на турнирах каких-то либо шоу, либо каких-то вообще отдельных, которые там ни с чем не связаны, там, не знаю, какие-нибудь 9-5 или ну, что-то подобное. Но я думаю, мы можем согласиться, что такие эксперименты, это скорее хорошо, чем плохо. То есть... Для зрителя, да, а команды, вот прикинь, со стороны команды, что ты только на один какой-то турнир должен готовить одну какую-то карту. Вот им, я думаю, будет не по кайфу, эта карта в итоге будет просто в бане валяться чаще всего. Ну, чаще да, но если это изменение будет касаться не только карт, а, например, той же системы, там, МР-12, то к этому приспособиться легче. Плюс ко всему, для того, чтобы понимать, в какую сторону двигаться основной просцене, нужно все-таки проводить подобные эксперименты. Да, я согласен, что это непросто, но определенные турниры, скажем, жертвовать на это. Тем более, что просмотры-то могут быть и выше из-за новизны. И, соответственно, турнирный оператор от этого может только выиграть. Да и вообще, Valve должны проснуться. Вот я каждый подкаст буду, наверное, говорить о том, что они просто ничего не делают. Но когда в последний раз вообще менялся мопул соревновательный? Когда Vertigo добавили, это было еще до Starlighter Major. То есть уже полтора года у нас не меняется мопул турнирный соревновательный. Это вообще не дело, я считаю. Причем чуть ли не два года. Я не знаю, я не помню, когда Vertigo добавили. Где-то примерно от полутора до двух лет назад. Ну, то есть получается... За это время у нас один и тот же мопул. Да, получается так, что мопул где-то раз в полтора года так плюс-минус и меняется. То там обновленный трейн, то уберут коблы и так далее. Но в целом, в целом, конечно, я согласен. Мне казалось, что она даже чаще раньше менялась, нет? Где-то раз в год примерно. Ну, даже если раз в год, то это все равно, наверное, не очень много. По сравнению с тоже годами, например. Ну, короче, мы ждем от Valve, наверное, какого-то, наконец, изменения мопула. Вот сейчас там чуть ли не самое лучшее время, пока это онлайн-эра, пока нет мажоров, пока есть время у команд готовиться. Это же самое лучшее время, чтобы что-то поменять. Ну, опять же, на прошлом подкасте мы обсуждали тему возможного перехода на Source 2. И все еще в моем сердце жива надежда, что такое малое обилие изменений связано как раз с тем, что Valve, я надеюсь, активно работают над Source 2. Мы уже выяснили, что на первом Source, на этом движке 15-летней давности тяжеловато сделать что-то вразумительное за короткий срок. И поэтому, может быть, эта неторопливость Valve связана как раз с тем, что они готовят какое-то огромное обновление, которое просто перевернет все расклады. Такое возможно. Эх, да. Было бы хорошо. Звучит как утопия, скорее, да? Особенно после твоего вздоха. Эх, вот заживем. Вот это будет, конечно, здорово. Жаль не на нашем веку. Но я надеюсь, что все-таки Valve работает над Source 2 и, может быть, над каким-нибудь International по CS GO и чем-нибудь таким еще. Нет, ни в коем случае. Костя, а мы с тобой не обсуждали тему International? Ни в коем случае. Это убьет CS-цену, как это убило Dota. Пожалуйста, никакого International никогда, и даже не говори об этом никому. И всем, кто говорит, что надо International, затыкай рот, как я. Но, может быть, не прям International с призовом в 30 миллионов долларов, но какой-то один турнир, который был бы словно венец. Вот у нас все идеально. У нас есть мажоры, которые венец любого сезона. Да, но там нет... И они не разрушают экосистему. Там нет краудфандинга. Мне кажется, что добавь краудфандинг, добавь что-то вроде компендиума, как есть в Dota, это бы намного повысило интерес, даже к тем же мейджорам. К одному турниру, да. И уменьшило бы интерес ко всем остальным. И это было бы самое плохое, что можно сделать с CSGO сцены. Ну, ваше мнение, уважаемые зрители, оставляйте в комментариях на это. Что же вы думаете, нужно International по CSGO или все-таки нет? Мы, наверное, будем этого ждать. Да, и делитесь этим подкастом со всеми вашими знакомыми, чтобы как можно больше людей присоединялось к нашим обсуждениям, слушало нас, наслаждалось. И все, да, Кость, прощаемся. Видимо, да, ждем от вас фидбэк. Спасибо большое, что слушали. Если есть какие-то темы, которые вы бы хотели вместе с нами затронуть к следующему подкасту, также делитесь в комментариях, ставьте лайки, если вам понравилось, дизлайки, если нет, но опять-таки комментируйте. Наверное, все, темы у нас закончились. Да, всем пока. Всем пока, удачи. Субтитры подогнал «Симон»!